Люберецкое знамя Победы стало длиннее на 40 метров. К огромному полотну пришили еще 5300 лоскутов с именами участников войны. Размер памятного знамени достиг 115 метров. У тех, кто еще не успел присоединиться к патриотическому проекту, есть такая возможность. Как вплести в узелки истории имя героя своей семьи, узнавала наш корреспондент Луиза Эдиозарян. Сейчас мы будем вышивать с тобой имя Василий. Ниточка за ниточкой, узелок за узелком и имя героя готово. О своем прадедушке Гайворонском Василии Федоровиче Екатерина знает немного. По рассказам родственника военные годы он вспоминал крайне редко. Ему была неприятна эта тема, и он не хотел в это посвящать своих родных, и эта тема была в семье закрытой. Я знаю только одно, что он был на плоти в Черном море. Это все, что я о нем знаю. Несмотря на то, что прадедушка не любил вспоминать войну, его подвиг навсегда остался в памяти потомков. А теперь станет частью Большого Знамени Победы, который каждый год 9 мая торжественно проносят по улицам Люберец. На этих кадрах, сделанных 9 мая прошлого года, размер знамени 75 метров. Его несут 150 человек. За год жители Люберец создали еще более 5000 именных лоскутков. Еще до введения режима самоизоляции организаторы отправили их на завод «Звезда», где каждая деталь шивается в единое полотно. В результате длина знамени достигла 115 метров. Мы который год заказываем, закупаем материал благодаря спонсорской помощи в одном и том же месте. И лоскутки эти выдаются абсолютно бесплатно. После снятия режима самоизоляции жители Люберец могут получить лоскутки красной ткани в картинной галерее. Туда же их можно сдать уже с вышитыми именами родственников. На общем Знамени Победы новые герои появятся только в следующем году. Луиза Игязырян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.